Каждый из них преодолел долгий путь. Кто длиной в 10, а кто и в 20 лет. И вот спустя годы в музее истории Казанского федерального университета новоиспеченные кандидаты и доктора наук из рук исполняющего обязанности ректора КФУ Дмитрия Таюрского получают свои дипломы. Это большой шаг в вашей жизни. Это есть завершение некого этапа, связанного с той или иной научной активностью, работой. Но это не есть конечная остановка автобуса. Впереди еще очень много неизведанного, впереди еще очень много интересного. Поэтому позвольте вам всем пожелать творчество, долголетие, здоровье, чтобы свершить то, что вы задумали. И самое главное, чтобы здоровье хватило на то, чтобы долго-долго наслаждаться своими трудами, результатами, своих исследований. Еще раз, я встречу туда. Ученые признаются, что планы на будущее неразрывно связаны с повышением научной степени. Однако реализовать их каждый планирует по-своему. Кто-то продолжит свои исследования, кто-то задумывается о преподавательской деятельности, а кто-то планирует развитие в стенах музеев страны. Есть уже планы, тоже связанные с моей работой, продолжением моей работы. То есть материал есть, его нужно обрабатывать, и мне это нравится. Поэтому думаю, что все будет в этом плане в порядке. Это моя специальность. Я обучалась на геофизика, исследование коротажа, скважин. И сейчас работаю по этой специальности, преподаю. И это мой личный рост, рост научный, который, надеюсь, и в будущем поможет мне продвигать свои знания вместе со студентами, которые к нам приходят. Подготовка диссертации заняла довольно продолжительный период времени. Но никакие трудности не имеют значения, когда ты горишь своим делом, когда есть ориентир, который заставляет тебя двигаться вперед. Мне нравится возможность давать людям возможность подумать о том, какова их идентичность, что они делают и зачем они это делают. Мне кажется, музеи, они именно про это, они про рефлексию, понимание своей идентичности. В этом году в стенах Казанского федерального университета свои диссертации успешно защитили 17 человек. Исследования были проведены в сфере истории, философии, юриспруденции, филологии, химии, геологии, экономики и медицины. Маргарита Михайлова, Фариза Хитаглы, Универ Ньюс.